Бюджет КОМИ будет приниматься в двух чтениях. Об этом парламентарии региона сообщили общественному совету при госсовете КОМИ на очередной встрече. В новых экономических условиях важно еще более тщательно выверить параметры бюджета на выполнение социальных обязательств и стабильную работу экономики региона. Бюджет на следующий трехлетний период начнут рассматривать на октябрьской сессии и примут не позднее 10 декабря. В первом чтении будут отвержаться параметры основные. Это доходная и расходная часть, размер государственного долга и дефицита бюджета. И вот в рамках вот этого коридора нам и нужно будет при рассмотрении 17 государственных программ в последующем при подготовке уже окончательного варианта бюджета достаточно точно распределить бюджетные средства по тем наиболее важным направлениям для того, чтобы мы следующий год прожили с вами максимально эффективно с учетом имеющихся в финансовых возможностях субъекта. У нас сейчас бюджет дефицитный, он в около 10 миллиардов дефицит, как было в начале года так и остается. Надеемся на позитивный, ну и пока к этому идет прогноз налоговый по доходам. Здесь дефицит планируется перебивать кредитами организаций. Ну и здесь нас сильно очень тревожит ситуация в муниципалитетах, потому что в муниципалитетах тоже и закритованность большая, и есть недостаток средств для того, чтобы подвижение подплаты на конце года. То есть здесь тоже помощь из службы, в любом случае, нужна будет большая, поэтому неспрессовно эту тему работаем. Парламентарии озвучили планы работы на ближайшие месяцы. Так, сейчас продолжается исполнение наказов, на что с этого года выделяется определенная сумма на каждый избирательный округ. Кроме того, депутаты вместе с общественниками вернутся к теме регулирования продажи алкоголя в общепитии, в частности в так называемых наливайках, на которые часто жалуются люди. В планах рассмотреть и порядок стимулирования добровольных пожарных и спасателей, а также требования по противопожарной безопасности к муниципалитетам в части организации минерализованных полос. Например, смотрите, у нас Тольско-Печорский район пишут, там зона особо охраняемая, то есть глава там не имеет права вообще территории, да, или особо охраняемые, территории лесные, глава не имеет права вообще там лопатой копнуть, и выходит ситуация очень интересная. То есть он может быть готов сделать, но он начинает нарушать другой закон, да, природоохранный закон. И вот тут нюансы очень серьезные. Вот, за первый момент. Второй момент, действительно, сами эти полосы очень широкие, и везде они нужны. А третий момент, финансирование, просто нет денег, что есть коллеги, это бешеные деньги. Парламентарии, кроме того, отметили важность Института общественного совета как проводника в объяснении жителям необходимости государственных решений в сфере внешней и внутренней политики в условиях новой геополитической обстановки, когда людям навязывается информация в виде фейков и искажений истории. Субтитры создавал DimaTorzok